всем привет с вами ванок и сегодня мы будем вновь знакомиться с игрой под названием tabs то бишь totally accurate battle simulator этот проект уже я думаю знаком многим он на моем канале неоднократно появлялся так что как минимум из этого источника вы уже должны были о нем узнать и что для меня является крайне приятным фактом эта игра продолжает развиваться вот она сейчас покажет жопу мамонта а пока она крутится продолжаем наш разговор многие разработчики когда делать свой продукт даже если он является неплохим а может даже и вовсе хорошим они решают что в общем то вот цель моя выполнена то что я дал своим покупателям оно дано и ради этого эту игру и купили и забивает далее дальнейшее развитие ну или как минимум делают какие-нибудь дел слишки платные а то и вовсе начинают клепать следующую часть что касается разработчикам табса то они наоборот выпускают кучу контентных изменений дополнений которые эту игру улучшают появляются новые карты фракции различные элементы игрового процесса в общем куча всего это лично меня очень на самом деле является классной вещью потому что эта игра нам в основе своей ну на самом деле не самая долговременная то есть да можно в него некоторое время прости поиграть но без контентных изменений дополнение она все-таки быстро наскучит это что разработчики дополняет это продлевает на самом деле жизнь игры и выходящие патчи они действительно интересные действительно много чего нового появляется и в общем сегодня мы как раз на эти самые новые и будем смотреть у нас сегодня на повестке дня новая фракция дикого запада новые карты к этому делу привязаны а также еще одна парочка вещей которые тоже связаны с этим а также предыдущим обновлениям дело в том что еще некоторое время назад уже после выхода моего предыдущего видео но до выхода этого вышла такая вещь как dlc с багами с багами спросите вы что это за фигня такая на самом деле это очень прикольная вещь потому что по сути хоть и называется баги это на самом деле специальные элементы игру процесса которые вводят топленные интересные детали ну допустим видите тут увеличенные фейерворки то есть фейерверки юниты не умирают юниты дальнего боя атакует быстрей воздушные шары становятся металлическими то есть куча таких интересных вещей которые по сути как-то работают с физикой или с юнитами изменяется довольно даже некоторых вещах серьезно их характеристики и кстати говоря это дополнение но бесплатно то есть вы можете его специально получить зайдя там страничку игры либо можете заплатить разработчикам купить его но по сути это чисто такой вот у вас просто есть опция если вы хотите разработчиков поддержать вы можете там закинуть таким образом и в деньги вот как так получается здесь у меня сейчас включена парочка вещей это во-первых самый-самый прикольный вещь это то что debug tools это вещи позволяющие немножечко поиграть с физикой мы сейчас тоже посмотрим а также пока временно включила чтобы юниты не умирали сейчас я объясню почему дальше 5 давайте посмотрим на появление новой карты дикий запад а называется вот она эта карта очень на самом деле она насыщенная различными деталями теки домики здесь есть в стиле дико так вот городка дикого запада тут на светись салон на обратной стороне у нас есть офис шерифа здесь у нас церквушка есть это еще как-то камни стоят здесь есть несколько секретных юнитов секретные юниты тоже фишка данной игры двух секретных юнитов я уже нашел причем одного я нашел прям сам сам второго я там подглядел третьего я вот мне кажется вообще никогда не догадался как его открыть но люди уже эту фичу нашли и сейчас мы сразу же начнем с того что это вот секретного третьего юнита мы нам разблокируем так как этот процесс довольно своеобразно поэтому я решил это показать сразу это нужно сейчас будет тут такой товарищ дедай даже прям сразу поставим нужное место я такую что к нам с битвы сразу не закончилась нам нужно поставить им какой-то оппонента допустим бардов который не будет атаковать который просто будет убегать так начинаем как там до f вселяться в юнита просто я уже на поход делал пытался вспомнить вспомнил быстро итак у нас здесь есть вот с той стороны у меня тут сейчас шепнул банк мы не буду оббегать его чтоб вам показать банки хранятся деньги как попасть банк а все просто мы берем и фигачим мы просто заднюю стенку банка и в итоге открываем мы здесь спрятанный сейф о чем для нужно у него еще раз выстрелить то что вы по идее он должен открываться может а может мне нужно выйти из этого режима сейчас погодите может быть я зря включил этот баг на бессмертие прикольно то есть он он не хочет забирать то есть 7 банк я стенку сломал а братцы он не хочет у меня хорошо давайте давайте перезапустим эту карту без читов уже и больше здесь у нас стенку уже сломалась прикольно то есть сейф есть сейф должен браться но сейф почему-то не берется то есть вот это проигрывается музыка его страшная музыка его когда он берется а может быть надо еще кого-то а дайте что кстати говоря я подумал а может быть нам нужно все-таки еще кого-то использовать допустим мы взломали стенку этим ведаем а теперь давайте берем у нас еще один юнит есть динамит лет метать и динамитом ну-ка нет нет мира не работает он то есть не знаю честно ну ладно допустим мы с этим пока делом сейчас завяжем потому что я чё-то возможно заглючил на самом деле давайте даже не все-таки еще раз попробуем но пробуем с самого начала возможно просто она заглючила самом деле этот все фигнем потому что вроде как там кит про каких-то баги писали не прочитал на самом деле а главное сейчас успеть выстрелить давай f давай целится заряжается там что-то все-то я больше не нужен возможно что-то еще надо сделать поэтому я пока не буду это дело продолжать надо будет потом просто для на самом деле интересно даже стало это бак или реально что-то надо сделать и давайте все-таки тогда посмотрим на юнитов которые здесь присутствуют юнита здесь как видите вот у нас списочек получается из семи человек для начала у нас можно посмотреть на этих ребят которые метают динамит но в принципе метая динамит они довольно таки банали на самом деле то есть у них есть 1 1 связка динамитом кроме так кидают противник причем довольно близкой дистанции и дальше начинает в ближнем бою не биться но динамит он и при этом еще и взрывается динамит прикольно кидать там толпу допустим минерфа давайте посмотрим типа минер на них идут такие трэй 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 трэн копатели да золотоискатели они этим конечно пришли и типа там как-то там повзрывали но не очень хорошо повзрывали но каких-то там наверно наверно это хороших сильных видов наверно динамит может взорвать потому что принципе динамит это вещь которая довольно убойно следующие ребята это у нас ребята в костюме как тусом они могут их можно видеть на искать картинки сопровождающие патч ноутся для игры типа они такие сидят скрытные здесь я такая это ребята которые что-то вроде он там был вот таких ребят если вы помните из еще начала игры сам начал игры были такие ребята в сене но эти ребята они сайте обратить внимание гораздо дороже все они и зачем они круче они наверное как они короче смотрите-ка пойму это от них и ходит или ребят все не выходят не понятненько давайте-ка мы тогда зачистим поставим против них вот этих же минеров я просто хотелось бы понять это от них вылетают эти иголки и они вообще носят урон да это от них вылетают иголки но они просто дерутся то есть они по сути я так понимаю они еще хватает даже как-то юнитов типа своими иголками наверно они друг друга могут схватить по ходу еще 10 кнопочка space есть но и не активно по сути не просто врезаются и больно больно бьют иголками причем в итоге они да не выиграли понятно прикольный ребят окей против не теперь выступит у нас ребята с ага ну разработчики не были бы разработчиками если бы не делали бы обычных ганслингеров вот с таким вот набором по 2 по 2 револьвера в каждой руке у них итого 4 револьвера то есть будет они наверное очень-очень весело из них выстреливать давайте посмотрим как они ага пусть они не просто стреляют они стреляют вверх и потом пули на них падают сверху на их противников блин но это вообще просто разработчики просто придумали что-то вообще дичайше в этом плане то есть смотрите но они правда сейчас они лежат сначала с противниками на твое расстояние да ну да они они стреляют вообще я сейчас лучше они просто стреляют мимо нет они стреляют не мимо они стреляют противника на про пули падают сверху но недолгая перезарядка то есть как если на них все в итоге все равно дошли то есть это скажем так такие вот ребята которые должны стоять второй линии должны кем-то прикрываться иначе их быстро очень разбирают так ребята с лассо а это типа всадники санки с лассо ну давайте их против gunslinger поставим по просмотр что они сделают а я думал что они умерли но нет они типа упали с лошадей и начали этих ребят крутить прикольно а если сделать вот так вот и предыдущего обновления были такие ребята немножко с похожей механикой ну не с такой же но похожий гарпунчики то есть эти тех насадили эти тексте скрутили короче просто разборка шатане кто кого кто куда что по почем ну короче он скручивает и по сути тоже к себе притягивает значит я хочу сделать вот так найти я себе хочу взять этого мужика и вручную им поуправлять допустим давайте я возьму протектором так чё там пускай вообще левый кнопка мыши я сделал правый так ну чё-то слишком быстро получится а я так понимаю лошади управлять не могу да он в случае спрыгивает так 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 ну тут тоже хотим управлять то есть я могу короче поворачивать и все из принципе все так короче я скрутил он больше его помню сбил тупо лошади ну ладно такой юнит на самом деле против очень сложно он слишком динамично слишком резвый вот и дай но этот ребенок парни уже смотрели который просто мощно стреляет давайте допустим и то у нас там было мушкетер ну кстати поставь по стоимости дедай ну саму стоит 900 мушкетер всего лишь 200 мушкетер по идее должен этому товарищу проиграть ну все равно поставим ровное количество этих друг на против друга прикольно я чё-то не получил произошло эти еще раз это также будет сейчас ну-ка смотрите эти падают один стреляет и короче стреляя один он короче выносит сразу двоих каким-то макаром у него будет гораздо более быстрая перезарядка по сравнению с мушкетером то есть они в плане дистанции примерно такие же скорость стрельбы первого выстрела мушкетера выше поэтому они выстреливают зато эти быстрее перезаряжаются и палят но это против них надо наставлять какую-то такую толпу наверное я посмотрю что они сделал толпой может они сразу лески сносит за один достелку раз два три по моему бери столько же сколько их был то есть а как они так делали я чё-то не полос честно они как-то прицеливаются в них то есть они какого кого-то там помещают но их механика но они какие-то странные сейчас то есть против толпы они плохо действует ну допустим не знаю мамонты вот если я против вас мамонтов поставлю чего с ними сделаете вот они в них прицелились типа и не убили знаете вообще мамонтов в этой игре убивает все вот в коем веке короче эти не смогли их убить но правда мама то там смотрите они стоят допустим если чисто по очкам брать мы знаем что чисто по очкам брать на самом деле совсем честно но чисто тасса посмотреть но не они эти вообще ребята какие-то ну них есть свой прикол но и сказал что они сильные стрелки то есть да они допустим чисто как-то могут выносить и отдельных пехотинцев но почему допустим те же вот эти которые сейчас показывал мушкетер которые стоят гораздо меньше они в принципе дети это за счет того что он долгое при зарядку мушкетюра так вообще если я поставлю чисто по очкам стоит одинаковое количество то мушкетюра их сделаю то что только перестеляют что этих мушкетюр будет много за те же очки этих и мало ну ладно короче да это как бы такой своеобразный юрид ну и такой ультимативный юрид который быстро рисует на сами само собой не быстро рисует то это типа такой-то дуэлизм и даже значит как сейчас делаем вот так вот сделаем будет нас там понял тут все слишком быстро произошло слишком быстро произошло у нас не особенно выходит ну хорошо давайте допустим мы возьмем носом от отбивать то может нинди пол могут нет не нинди самураи могут вас отбивать вознестрельное оружие посмотрим ну там типа быстро стреляет первую до ниндзя самурай отбил второй не успел а если я возьму допустим надо был по-моему еще такой супер ультимативно сим симурай симурай да просто хочу посмотреть как этот будет долгосрочной перспективе действовать именно мужик сигун по-моему он хоть что-то уворачивается ага ну да он тоже уворачивается но все равно его так сказать родящий меч нагнал этого нашего короче на мой взгляд ковгои как-то ребята не особенно крутые то есть у них есть какие-то фишки но видите на дочи эти фишки прям подстраивать под очень серьезно пометив из допустим у спуки были да вот эти всякие рипперы своркастер очень вот своркастер прям очень крутые кстати ребята что они именно мечами закидывают ну-ка ты сможешь своркастера победить ну да он не успел начать просто кидать свои мечи но все равно вот эти мечи очень прикольно против там толпы юнитов риппера вообще сам все крутой вампир тоже там свои нюансы имеет вот эти уже там похуже у пиратов тоже допустим пират queen очень прикольная женщина вот гарпунеры с некоторых моментах очень хорошо помогает пушки прям имбово ну дикий запад но не какие-то такие найти у них есть свой прикол прикола там нюансы своим допустим вот если я вот так сделаю он уверен он уже тут а вот это уже кстати говоря уже и какой-то намек на что-то интересное он уворачивается от выстрела свою сторону и начинает фигачить быстро из пистолетом то есть что-то в этом на самом деле да есть допустим смотрите-ка ставим и каких-нибудь снэйка арчеров он от всех уворачивается но у него короче пули кончается да его эти короче снэйки запины вают то есть все таки не все так просто но оказал он уворачивается от по примеру 1 2 уже как бы не так активно но перестерял к эту толпу прямо на последнем патроне последнего противника убил ну короче что то здесь есть на самом деле в нем я поспешил его прям таким называть совсем плохим ну и давайте пройдемся быстренько по закрытым юнитам я уже честно говоря особо не особенно помню кого показал как он нет это точно показал это ребята короче которых которые привязаны заключенные сбежавшие привязанные камнями прикованные камням вот они их метают но так как я так понимаю все-таки метать камень которых тебе же прикол не очень удобно ты за ним летишь дальше и будет на счету забавно а но они короче короче я знаю это крыль эти тоже ребята похожи на здесь на самом деле уже много повторений разработчиков они похожи вот на этих персерков и и вот этих хэд баттеров вот эти ребята тоже примерно такой же принцип имеют эти метают топорами эти метаются вот так вот короче получилось метнулись они мимо друг друга мне кажется берсеркер выиграет сейчас хотя хотя не смотрите-ка перебили берсеркер почти перебили или нет или нет или нет или все-таки берсеркеры его к ладно короче прикольные ребята тоже но механика принципе уже известны вот дать что еще стать смотрел пока то крутил you сейчас скажу катлинган да вот эти это как раз артиллерия которая имеется у ковбоев но она открывается именно как секретный юнит то есть к сожалению ее нельзя споставить основной ростер уж не знаю почему сейчас это 10 индийцев еще нет обратить внимание то есть индийцы мне кажется были бы в этом обновлении тоже очень кстати кей там стрелки лучники индийцы но разработчики видим решили что это чисто ковбой ну давайте смотреть ну принципе механика типа ускоренная такая баллиста которая в принципе довольно неплохо справляется с уничтожением подходящей такой толпы всяких там легких пехотинцев откидывает их еще и до кучи неплохо неплохо она тебе шесть какая есть еще идея а если мы сделаем вот так вот сейчас прям катлинган и известную фичу где там наши эти чарлидерши они же бафают всех на скорости это прям получается очень дикая скорость у многих видов и я такой катлинган она не будет это не будет исключением допустим даже можем поставить меня показал что у них эти шляпы этим этих мушкетеров причем тут мушкетеры если это эти древние греки вот давайте прям кучу всякой мелкотни поставим так вот а главное прыгающих не ставить хотя может быть и прыгающих можно небольшом количестве альберды монахи ну короче поехали давайте покажи я особо не обещаю чтобы разница по-моему они и так и так мочили но видимо сегодня какая-то разница есть но не справится не справится она уже сейчас видно что короче толпа подходит толп не справится с этой а просто чтобы для понятия мне просто интересно такое же количество каббалисту старую классическую сейчас такой скорость стреляет остались какой походу тому этих этих гатлинганов короче так уже предел по скорости достигнут максимальный что они быстрее стрелять не могут чем они стреляют по факту потому что я не сильно помогали чарли лишь а по алиса справилась по алиса короче роль ну короче даже этот ультиматитивный юнит он как-то как-то странно еще покажешь посмотреть на тот сейф чем дает но к сожалению я его не могу открыть потом разберемся на самом деле если будет возможность я в следующий раз опять покажу потому что честно сейчас лень читать что-то не так может это баг потому что я что-то не понял короче юниты какие конечно я их характеризовал как не самых сильных но не каждый раз у этих всяких и тому этих читеров каких кительных юнитов водить а забыл забыл я вам показать 4 говорил собственно и принципе интересно не интересно точнее почти все кроме последнего как он сказал поэтому сейчас мы выставим так толпу сделаем дальше включим вот что принято не умирали и включил эти 4 и запустим битву почему не появилось что-то это игра как точность а стоп я не стартанал битву супер сам вот все у нас здесь короче есть несколько читов переключается они кнопочки 1 2 3 4 5 уж уж это просто левая из применять справа кнопкой пуш это просто толкать юнитов летят ну так мы отталкиваем те кто стоял мы их толкаем вперед так назад короче вот такая получается каша мало у нас с этим применением граб это взять отдельного юнита допустим какой-то такого куда-нибудь его запихнуть веселое место тупая рука божественная рука как какого-то black and white он в такую игру питера мулинест я ничего не путаю ну еще или этого какого-то похожего автора короче там можно было своих этих крестьян по таскать и эти своих чудовищ как-то из взаимодействий рукой с ними ну короче вот такие вот нюансы кстати они взяли сейф вытащить этой этим читом интересно типа мы пробиваем тут эту фигню и вытаскиваем сейф интересная мне кажется нет стыба это короче выстрел стрелы просто обычный противника так как ну и противник вообще любого юнита такого нес бессмертно на них это никак не действует они умирать нас не будут сейчас но так вообще она смертельно вакуум это короче вещь которая позволяет вот так вот сделать я сейчас даже медвение дело короче в точку где у нас это курсор присутствует она помещает вот такую толпу всех юнитов короче которые оказались рядом и начинают вот так вот метаться такой веселый очень малой вот вы наконец инвер гравити это просто вещь которая отключает гравитацию и все нити начинают улетать вверх на самом деле это не ну да это по сути не отсутствие гравитации это ее инвертирование они начинают притягиваться к небу при отключении они само собой начинают притягиваться к земле у нас такой человекопад так как у нас нет опять же ограничений на чине эту смерти то у нас соответственно никто не помер а давайте все таки попробую ты реально делать смотрите дедай стоять стреляй промазал молодец со всеми перезарядка после первого выстрела по моему быстрей ну-ка тебя можно притянуть короче сводить за него можно притянуть его нельзя но он реально вот он начинает типа делаться и все есть такое ощущение что надо с ним что-то еще сделать но я не знаю что макуум не работает кстати смотрите-ка физика черт в мире то что вы сломалась она вылетает короче непонятно если честно но как-то это должно работать ну хорошо ладно на самом деле прикольно вот эти обновления то что с этими читами которые конечно немножечко изменяют ситуацию на поле боя но прикольно именно ты их попользовать и какие-то нюансы использую ну и само собой компания дикий запад у нас компания принципе тут у нас одна карта как будто особо разнообразие не будет юнитов мы уже все знаем но у нас тут смотрите-ка вначале нас здесь короче а все остальные круг против этих причем заблокированы секретные юниты все по-честному нам сейчас придумать как раз перестелять теперь вот этих товарищей принципе принципе наверно надо взять каких-то лучник возможно вот этих ребят которые умеют замораживать про денег у нас не очень много так я не стоп стоп я случайно переключился ну и может быть парочку снейков но оставшиеся возьмем у нас обычный лучник бомб давайте посмотрим вот эти сразу эти сразу крошились свой динамит сбросили а потому что змея выставился с ней короче таргетят этих динамич динамич динамитчиков чего ребята а вы чё померли то я я вообще не было почему вы померли присмотрите тут а какое основание тому помирать было просто я не помню все они себе папа динамичную избил оглушил что ли нет но они до этого реально все почему-то попадали ну нет эти до них доходит то есть вот эти ребята которые пускают змеи прямо очень кстати они прям таргетит не таргет как это как-то называется этот термин таунтит вот таунтит типа того но ну-ка вот эти чё там делают я уже забыл они что-то делают но не особенно нам нужно а если допустим я сделаю поставлю они дорогие они дорогие они конечно будут их воздух поднимать вот при хотя в принципе в принципе они задерживают то есть задачи выполнены задерживают этого вот этого вот этого ах промазал 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 попал ну эти ребята читеры реально они поднимают воздух и как раз обеспечивают то что нам нужно обеспечивать а именно вот этот под сдерживание толпы противников то есть работают они самые отдельно очень прикольно ну-ка давай улетай что интересно кактусы никак нет они у них в идее и мы типа его шарики взрываются об иголке но чтобы их поднять правда нужно больше шариков одовременно они так не так уже весело влетают так и весело так это падают вдох вдох давайте короче не знаю чем у урод это будет наноситься вот эту надо подержать успела попасть надо прям подержать тогда они лучше взлетают прям вот вот так вот хорошо хорошо полетел чем больше одновременно стрелять тем соответственно они выше взлетают и тем соответственно нам проще противника убить просто так вот так что он расшибается ну просто они даже не успевают подойти это реально имба а почему я в своего только что выстрелил а этот мертв уже я их пытаюсь его подстелить пока пока елочка ну правда елочка он кактус давайте все хватит стрелять в него отлично ну короче я нашел и новую имбу на самом деле в этой игре опа это против друг друга будет сражаться или против нас будет сражаться я так понимаю что это тоже противник да тут вот эти стрелятели стрелялок и тут стрелятели стрелялок так ну допустим ну-ка мне интересно они ага да 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 именно тот все так как я и предположил ну вообще по-моему вот сейчас будет проблема решена полностью потому что вот эти ребята сделают все даже невероятно полностью будет хотя хотя блин а смотрите-ка ну-ка эти почему не справились эти потому что начали стрелять всех адаминов кактусов да хорошо мы сделаем вот так вот вот так вот мы сделаем здесь нужно прям чтобы один ван шот ван труп был они в итоге постреляли по викингу по викингам да вот по этим но и долго-долго переезжаются эти наши тоже долго-долго переезжаются итоги ёлочка горит да у нас сейчас опять точнее кактус который я хочу-хочу ёлочку назвать но там их двое осталось все так просто так минус один разлетелся эх не успел я попасть а он встал между прочим надо было подождать немножко ну ладно сейчас его добьют на самом деле скорее всего четыре-три сейчас будет одна секунда у меня останется вот так они уже стреляют ну короче да видите то есть противодействие довольно легко придумать так у нас опять толпа динамитов по коням у нас криминал давайте мы сделаем вот тут просто таргетнем их опять же они очень хорошо таргетятся на вот этих ребят а тут опять же можно поставить что у нас там было еще мушкетер пиратов были блендербас но мне кажется они такие вот вообще ни о чем метатели бомб чисто по приколам можно так сказать тоже чтоб они в толпу вот этих закинули ну и дальше можно вот тут круговая оборона мушкетеров поставить и одна в лучниках ну короче они в принципе да они по-моему сам себя больше убивают эти динамитчики они то есть кидают себе под ноги и помирают потом а они не все поняли блин 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 отходим ребята а вот это уже хуже так того убили того убили слушай если так просто так это ладно я снес конечно теоретически я могу их всех уделать потому что тупо я могу отходить блин я так неинтересно так хорошо хорошо тогда мы сделаем вот так тут мы нам нужно что-то придумать более оригинально не 500 стоит а если вот так вот если вот так вот а тут еще одна команда я просто не увидел вот там чем прикол то еще одна команда поэтому собственно и вся вот эта проблема они пришли то на самом деле уйти отсюда нам нужно просто вот так сделать ну и давайте все таки этих поставим ферверщиков а вот они покидали сейчас они короче ну по край мере того взорвали окей блин ну там короче нужны штуки кто их будет задерживать я понял в чем прикол если эти слишком рано умирают то они начинают идти толпой даже можно вот так вот в конце концов почему бы и нет так вот тут короче уже ферверщиков ферверщиков по-моему не особо мне понравились давайте мы поставим все тех же уже проверенных временем баллонщиков и просто обычных трудотяг трудотяг да имя труд труд работяг вот трудотяг лучников так эти полетели там уже давайте возьму под личный контроль на вот этом буду отстреливать подходящих эти там уже пытаются взлететь старта сферу ну да тут прям сразу получилось уже все это уже победа даже можно было не брать под личный контроль это я уже так чисто по приколу попробовал во ребята с сейфами а все таки как то их надо активировать значит мы хотя бы посмотрим как они действуют в игре потому что интересно же давайте вот посмотрим что они вообще делают они просто несут сейф деньгами этот сейф наверное будет кидаться потом да они просто его кидают я не знаю правда как его взять не надо было но надо будет почитать как то его можно взять короче из него вылетают деньги да и все собственно окей окей я думаю что я не буду особенно здесь как то хотя если я буду брать одних и те же юнитов это будет не интересно я считаю что давайте попробуем вот пушками их зафигачить так ну хорошо пушки как бы они выстрелили да хотя они быстро довольно перезаряжаются на самом деле то есть они как раз делали то что нужно по крупным целям они прям очень хорошо отстреливаются по мелким конечно сложнее но я думаю что этого они уже одного добьют да добили даже не понадобилась моей помощи во лос ребята с лосо уже пошли ребята с лосо это уже интересней но тут уже надо подумать а а а засада засада опять смотрите-ка все не так просто ну-ка давайте посмотрим просто тупо чтобы ландербаз сделать вот с этими они просто попадают да я уже забыл собственно не забыл я сейчас помню почему я их не ставил никогда особенно потому что это ребята которые особенно на что не способны так вот так делаем тогда мы попробуем дальше тут нам надо что сделать тут нам надо наверно каких-нибудь самураев поставить чисто по приколу давайте посмотрим то есть эти пока там с теми разбираются этот чё-то куда-то вообще полетел непонятное место это вообще даже ничего не смогли сделать кастер короче они сейчас завалят их они прямо сейчас завалят я сейчас чувствую то что эти прям кактусы против мечей кактусы конечно прикольно они острые но мечи мне кажется еще острее вот прямо то гадалки не ходи эти даже подойти не могут короче их тупо закидывают сейчас заспамливают меча это просто это шериф короче кактус это местный шериф ребята а это бандиты пришли ну посмотрите их это бандиты полнейшие это просто какие-то отморозки из восточной Европы пришли ворвались сюда и местного шерифа просто истыкали мечами просто просто видите нашинковали и это прикрутили как-то прилепили к стене этими мечами все просто местный город захвачен полнейшими отморозками танцующими причем местными отморозками хоп они сделали у нас как и так получается так ну чё на это последнюю миссию и потом может быть если кому-то заинтересует ну вот это прохождение это это какое-то обновление я допрохожу потом потому что я вообще как-то обновление ну показываю но в основном без прохождения вот в этот раз я что-то как-то захотел попроходить так ну опять короче вот эти стел а не опять раньше у нас их не было вот эти дедаи дедаи опять кактусы опять метатели вот как мы установили дедаи в принципе мушкетерами выносятся вносятся но если мушкетеры будут стрелять не в них то короче все будет пеши пропало поэтому надо придумать что-то отвлекающее во первых вот эти ребята хорошо отмахиваются от выстрелов а во во вторых где там у нас эти-то были снейк арчер давайте попробуем вот так вот сделать типа внести какой-то распутье вражеские ряды они вообще будут стрелять по Есть нюансы, короче Нюансы заключаются в том, что Короче, мои стрелки вообще тупые Ребят создания А стреляют уже, между прочим, по мне По-моему, мы проиграли А может и нет Засада стрелять, конечно, веселее, чем Просто идти тупо на противника, как он сделал Короче, я тут победил, по-моему, немножко Немножко за счет прямого управления Потому что, возможно, не было прямого управления Мы проиграли, но не факт Так, посмотрите-ка, вот эти ребята Мы уже поняли, что они довольно-таки потные Но они стреляют на Близней дистанции А мы можем сделать вот так вот Нам мешает сделать вот так вот Скажите, никто не мешает нам делать вот так вот На самом деле Вот так мы делаем И, короче, отвлекающий маневр Поехали Эти палят А, они, смотрите-ка, они достали до Пушек А я думал, что они достанут до пушек, если честно То есть, если они еще выстрелят, то они сейчас выиграют Они сейчас выстрелят Да Так, моя тактика не сработала Моя тактика не сработала А если я возьму не вот этих бессмысленных, а что-то более серьезное Берсерков, например Берсерков, например Что вы сделаете против танка да винчи, скажите мне Танк да винчи это имба Он способен просто уничтожать все на своем пути Что вы скажете по этому поводу Если вот танк да винчи и еще вот такое Кто вообще способен убить танк да винчи На самом деле, обычный бомж может убить танк да винчи Как показывает практика в этой игре Но надо еще постараться Да, обычный бомж Ну, не обычный бомж, конечно Но он убил, короче Так, хорошо Так, ну может быть, на самом деле О, я забыл совершенно незаслуженно про минотавров Которые на самом деле очень даже неплохо накидывают Этих, короче Все-таки я хочу взять этих Ну-ка Ну, похоже нет, похоже нет, похоже нет Минотавр, конечно, вносит, так сказать Некий такой дисбаланс А Зевс был, Греков же, да Он же не был в составе этих специальных минотавров Да, то есть А если мы сделаем вот так вот Даже нет Одного Зевса Зевс, который сейчас будет под моим прямым управлением Вот такой товарищ Ну, допустим, как чисто по приколу И куча ниндзя Я вам встретил с этим, надо сейчас Эй, умри Чё-ка не просто Ага Чё так громко? Чё вот так громко? Не настройки Я вроде настраивал, чтобы не было громко А то чё-то он прям громко-громко Ну всё, Зевс зарешал, короче Ну не нравится мне чё-то такая громкость Она высокая У меня же вроде всё было настроено СFX Volume, наверное, это да Которая за громкость всяких этих юнитов отвечает Ладно, я думаю, что на сегодня надо закругляться Даже если мы собираемся проходить всю кампанию Не за один раз Потому что часть времени у нас ушло на знакомство с обновлением Часть на прохождение Вот, следующий раз, может быть, продолжим Вот, поэтому на сегодня всё Обновление, честно говоря, мне понравилось Но бы ещё бы Какой-то ещё бы хотя бы одну карту Было бы прикольно бы посмотреть А то совсем одна карта Ну, маловато, на мой взгляд Это, правда, с учётом того, что вообще-то разработчики нам, по-моему, обещали ещё Добавить редактор карт Где тут Roadmap? Final Faction Update То есть это Это уже есть или это ещё будет? Непонятно Что там вообще выгадываются пираты, на самом деле На картинке забыл Вот Знаете, фракции Карты Unit Creator А, Unit Creator Faction Creator То есть редактор карт не обещали Они, ну, может быть, он тоже появится И это, на самом деле, будет очень прикольно Они дадут возможность создавать собственные карты Но, я думаю, что это надо точно уже закругляться С вами был Бванок Спасибо за просмотр видео Не забывайте подписываться на канал И оставлять комментарии И всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!